Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Лего Крафт, где мы рассказываем о своих лего наборах и показываем их сборки. В сегодняшнем обзоре у нас Лего Сити 6312 полицейская машина. Оставайтесь со мной до конца ролика, поехали! Этот маленький наборчик мы привезли сыну в июле этого года с поездки в Литву. Покупали не в самой Литве, а по пути в городе Баусска в магазине Риме. Как раз в это время были скидки на лего и взяли мы его за 8,90. Стандартная же его цена 10 евро. Видео со сборкой отснято еще летом, надеюсь вы оценили ролик. Это наша первая распаковка нового набора лего. Коробка выглядит вот так, особо она не богатая на картинке. И в наборе одна инструкция. Можно посмотреть всю полицейскую серию этого года. 6312 2022 года выпуска с той же полицейской серией, что и мобильный командный центр 6315, который мы показывали ранее. Видим знакомый нам окрас, неоно-желтая полоска и основной цвет, конечно, синий. Человечек тут не именной, стандартный. Вот так вот он выглядит. И к нему прилагается вот такой вот интересный аксессуар. Это либо пистолет, либо фонарик, хотя обычно для фонарика используется другая деталька. Либо рупор, либо переносная сирена. Не совсем понятно, что леговцы имели в виду этой деталью. Она используется как в руке мини-фигурки, так устанавливается на машину. Но, как вы правильно заметили, мы используем вторую запасную эту детальку как основную. В основном в комплекте подразумевается только одна. Вот машинка в разобранном виде. Всего тут 94 детали. Присутствует нами уже знакомая основа для машинки. Такую мы видели в наборе 60242. Два кубика с принтом Полис. Такие у нас были в 6315. Ну а дальше стандартные арки синего цвета. Два стеклышка. Бампер. Такая деталька. Неона желтые детальки. Один на четыре пластины. Всего две. Ну зачем сюда добавлены две пластины 2х4 зеленого и оранжевого цвета, мне непонятно. Леговцы любят разнообразить цветовую гамму в наборах. Ни много ни мало тут запасных деталей. Как правило, это мелкие детали. Ну и как уже говорил, вот эти мы используем как основные. То есть вторая лампочка или трупор, что бы это ни было. Теперь мы можем провести некое сравнение полицейских машинок. Видим некоторое сходство с машинкой полицейского дюка с набора 60242. Можно увидеть разницу в желтой полоске этих двух машинок. Только это более сердито из-за губы переднего бампера. Наверное, как раз для таранов она тут и думана. По причинам похожести, сын считает этого человечка на своей машине лучшим другом и помощником полицейского дюка. Действительно, дюку пригодился бы такой помощник в погоне за бандитом Вита. На самом же деле, это обычная рядовая полицейская машинка, как и 60239. К сожалению или к счастью, в этом наборе нет ни одной наклейки, но уж точно, к сожалению, тут нет номерного знака, как скажем здесь. Здесь также нет, на мой взгляд, абсолютно ненужных конусов. Зато есть, хоть и непонятный, но все же аксессуар для мини-фигурки. Что дает больше возможностей в игре. Об этой детальке я упоминал ранее. И напоследок мы можем сравнить колеса этих трех машинок. У всех они одинакового типа, но разных цветов. Здесь серебристый цвет, черный и светло-серый. Вот такой получился этот обзор, друзья. Будем рады, если поставите лайк под роликом и напишите комментарий. Подписывайтесь на канал, LEGO у нас еще очень много, будет интересно.